Ола! Всем привет! Вы на канале Блондинка в Испании. Сегодня хотела показать наше уже холодное утро. В Испанию в середине января пришла зима. Кстати, очень холодно. Сегодня 6 градусов показывают, но пишет ощущается как 2 градуса. Довольно-таки холодно, хотя я еще и в кроссовках. Днем будет где-то 11 градусов, но я хочу сказать, что ощущается действительно зима. Говорят, что здесь зима недолгая, поэтому... Поэтому и обувь зимнюю покупать, конечно же, я не буду. Я думаю, что мы обойдемся кроссовками. Просто будем одевать носочек немножечко потеплее. Я отвела дочку в школу и возвращаюсь домой. Нам очень повезло, что хотя бы начальная школа у нас вообще под домом. Поэтому в школу нам на 9, выходим мы без 10, 9. Вот здесь убирают наш скверик. Наводят чистоту и порядок. Хотя это, смотрите, почти окраина города. Все равно ухаживают и следят за чистотой. Да, даже рука замерзает, когда держишь телефон. Холодно. А я думала, что здесь как таковой зимы и нет. Я знала, что на севере Испании, читала и смотрела, что на севере Испании достаточно холодно. Ну, чтобы на юге, ну, говорят, что эта неделя будет холодная, а дальше уже немножечко потеплеет снова. Ну, вот сейчас я ощущаю здесь зиму такую, как, в принципе, у нас. В декабре, даже в январе. Ну, 3 градуса. Это у нас тоже так. Мы живем тоже на юге. И зимы у нас не слишком холодные. В принципе, зимой у нас приблизительно 3-5 градусов. Ну, бывает, конечно, и минус. Ну, тоже очень редко. Поэтому такая вот зима. О, ворота открыты. Можно заходить. И все, и попадаешь в наш красивый рай. Все кругом зелено, цветочки цветут. Кажется тепленько, хорошо. Слушайте, ну, самое большее меня удивляет то, что здесь нет отопления. То есть, сейчас вот холодно, достаточно холодно дома. О, смотрите, алоэ, кстати, цветут. Дома вообще, представьте, у нас северная сторона и очень холодно. Я не знаю, если бы не было кондиционера, который работает у нас постоянно. Несмотря на то, что мы заплатили 300 евро за электроэнергию. Нам чистят бассейн. Ну, здесь так заведено. Бассейн не спускается, периодически его чистят. Вот, насчет квартиры. Мы проснулись зимой у нас кондиционер... Ой, зимой, говорю. Ночью у нас кондер не работает. И мы проснулись, и очень холодно дома. Ну, прям в теплых пижамах, носках мерзнешь до костей. Поэтому, как только я проснулась, я включила кондиционер. И сейчас ушла, его не выключала. Не знаю. В этом месяце мы вообще 400-500 за электроэнергию, наверное, заплатим. Даже не представляю. Ну, а с другой стороны... Ну, я не могу выдержать холод. Уже даже и на улицу не выйдешь, и не погреешься. Если бы было какое-то хоть отопление, или батареи висели, да? Либо не такая дорогая электроэнергия, и ты включил обогреватель, и он бы у тебя работал круглые сутки, то, наверное, было бы еще, в принципе, норм. Я не жалуюсь. Просто, что мы привыкли, что у нас в квартирах зимой 25-24, а сейчас 17 градусов, 18, и это для нас, ну, как бы холодно. Так, все, я уже дошла домой. Показала вам утреннюю урбанизацию прохладную, холодную, даже бы я сказала. Вот наша парковка здесь. Что удобно, что прям под домом парковка. Все равно красота. Ничего, переживем этот холод. Никуда мы не денемся. Все, увидимся на канале Блондинка в Испании. Адьос!